Здравствуйте, мои дорогие зрители! Я рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня я хочу рассказать вам о покупках по каталогу номер 11 Фаберлик. И получилось так, что один каталог был пропущен. Ну, не беда. Для меня страшного ничего не произошло. А вот для тех, кто ждал очередного видео, ну, наверное, стоит извиниться за то разочарование, которое, возможно, постигло этих зрителей. Но, тем не менее, вот перед вами то, что куплено по 11 каталогу. И это экспертное очищение. Это концентрированное универсальное средство. Оно больше подходит для уборки на кухне, но полы можно мыть и любые поверхности, в том числе и для автомобильных мы это используем время от времени, с очень хорошим качеством. Так как на самом деле средства универсальные, на самом деле концентрированные, то можно использовать, разводя, можно использовать, просто наливая, нанося на поверхность небольшое количество средства. Результат, как правило, всегда не просто удовлетворительный, а хороший. Почему два? Потому что, не знаю, привыкла я, чтобы с запасом у меня что-то было. Ну, и время от времени возникает у моих родственников необходимость в срочном приобретении того или иного средства. Тогда вот этот запас приходит на помощь. Полюбилось это универсальное средство. Чистота и блеск, оно больше подходит для таких жилых помещений, для уборки в гостиной, в каких-то любых других помещениях, где просто скапливается пыль, где время от времени возникают пятна на поверхностях, в том числе и на мебельных. И средство справляется очень хорошо. Нисколько оно не уступает тому зеленому, которое было у нас до этого. Так что обновленное радует и радует. Следующие покупки из серии Дом Фаберлик. Косметика для дома. Это для ванной комнаты и для стирки. Поэтому вот в такой последовательности оно и пойдет. Для уборки в ванной комнате очень нравится мне вот это средство. Оно тоже теперь уже изменилось по сравнению с тем, что было когда-то. Но это изменение произошло уже достаточно давно. Я уже тоже таким пользовалась. И нисколько не испытываю какого-то неудовлетворения или тем более разочарования. Поэтому покупаю и буду покупать. И в этом каталоге были кондиционеры для белья с аромокапсулами. Еще появляется одно новое с ароматом орхидеи. Его я обязательно попробую и закажу в следующем каталоге. Но вот, к сожалению, тот десятый я просто проворонила. И средство для белья и с экстрактом миндаля, ну или с молочком миндаля. Вот я не заказала. Но подожду, когда будет хорошая цена. У меня еще в запасе нет, но в пользовании имеется. И еще далек флакон от завершения. Поэтому пока этого хватит. А вот эти, они нисколько не хуже. Просто другие. И пусть стоят. Единственное, что вот эти вот, конечно, в запас сильно покупать не стоит. Потому что со временем они густеют. И у них изменяется запах. Про те, которые вот для детской одежды оранжевый и голубой с миндалем. Я этого сказать не могу. У меня просто они не стояли, чтобы длительно хранились. А вот тут опыт такой плачевный, в общем-то, был. Так что вот эти. С появлением вот этого концентрированного стирального порошка жидкого для цветного белья. Я перешла на этот. Я не зарекаюсь, что не куплю порошки. Наверняка куплю. И возможно, что в ближайшее время. Но на самом деле жидкое средство мне нравится многократно больше. Во-первых, нет абсолютно никаких проблем с... Не переживаю я по поводу того, что какие-то гранулы могут не раствориться. А в порошке все-таки такое нет-нет, да, бывает. Нисколько не боюсь, что не прополощется белье как следует. Поэтому вот, в общем-то, перехожу на это. И также куплен гель для стирки особых тканей. Пока не было вот этого жидкого стирального порошка, я больше использовала именно его. Причем не для особых, а для абсолютно любых тканей. Проблем не было никаких. Ну, конечно, была бы цена пониже. Наверное, бы и запас был побольше. Но пока это не разорительно. Буду продолжать использовать. И вот появилось еще одно новое средство водных спреей. Спреев освежителей для воздуха. Это с ароматом яблока. Запах на самом деле очень такой выразительный, яблочный, приятный. Нет никакого намека на химическое происхождение. Ну, хотя это на самом деле так. Но аромат не разочарован. Спреи мне все очень понравились. Единственное, что если в руки попадает либо неумехи, либо тому, кто может нанести вред вот этому устройству, тригеру распылителю, то просто заранее будьте внимательны, будьте бдительны. Ну, наша маленькая внучка ухитрилась взять этот флакон. Он был закрыт, он ей никак не повредил. Но когда она уронила его, причем не слишком с большой высоты, роста у нее всего еще 68, наверное, сантиметров, но тем не менее вот этой хрупкой пластмассе хватило этого падения и удара для того, чтобы что-то там сместилось, что-то вышло из строя. Ну, в общем, короче говоря, распылитель перестал работать. Но в пустых баночках я обязательно об этом упомяну, скажу. Просто на самом деле будьте осторожны, знайте, что очень, ну, не знаю, по износу стойкости, по долговечности, может быть, он и предназначен для длительного такого использования, но требует очень-очень бережного обращения. Так, ну, пожалуй, с такими косметическими для дома продуктами все. И сейчас гигиенические, уходовые и всякие разные дела. Но в данном случае, не совсем мне тут ловко, в данном случае мы, или вы можете увидеть целую батарею вот таких вот ежедневных прокладок, то, что они моей любовью стали, это я знаю, но это заказ другого человека, который тоже попробовал и буквально, ну, наверное, влюбился, сказал, что теперь переходит на использование таких продуктов. По-моему, вот эта новинка, такая, жидкое мыло, кошка-малина, это для внучки куплено, сейчас вот она появится, приедет в гости и увидит, что тут за кошка-малина. Наверняка умывать и рутимыть, ну, не умывать, конечно, но рутимыть нужно будет. Но по запаху мне, надо сказать, я разочарована, мне не показался он интересным и каким-то таким достойным внимания. Посмотрим, как это будет во взаимодействии с водой, и как это ребёнок прореагирует. Ну, а самое главное, не столько ребёнок, он ещё ничего не сказать, не понять, наверное, что-то понимает, но сказать и проявить свои эмоции никак не сможет. Что вот, что скажет мама, это, наверное, всё-таки очень важно. Так, для себя, ну, так как можно было купить это со скидкой и получалось в пересчёте на цены консультанта по 59 рублей, по-моему, ну, по каталогу по 79 рублей, вот эти вот два средства можно было купить. По 79 каждая. Вот я выбрала из новинок, новинок делей для душа. Так как это крем-дель, то, что меня устраивает гораздо больше, то вот таких питательных я взяла два. Мне очень понравился запах. Пробовать ещё не пробовала, я просто понюхала. На самом деле аромат миндаля, что средство для кондиционера, вот для полоскания белья, что вот это очень хорош. Я очень-очень надеюсь, что не только запах, но и применение этого средства будет хорошим. Вот такой освежающий с очень приятным мягким ароматом мяты выбрала я. Ну, там выбирать-то особо было нечего, их три средства, но мне очень понравилось. Понравился тонкий такой аромат мяты. Я сейчас пользуюсь, заканчивается у меня от инфинума гель мохито с ароматом мяты и лайма. Это совершенно иной запах мяты, но очень приятный. Хотелось бы, чтобы и в душе это не вызвало никакого негатива, что ли. И вот такой увлажняющий с кокосовым таким запахом и молочными протеинами. Но эти молочные протеины, как вы видите, они во всех средствах есть. Здесь какого-то особого кокосового запаха я не почувствовала. Больше на самом деле пахнет не молоком, не знаю чем, но он самый такой неароматный. Но дай бог, чтобы был хорош. Теперь ароматы. Это для знакомой. Она, по-моему, в единственный продукт парфюмерной линии Фаберлик влюблена. Это духи Каори. И в данном случае это миниатюрки по 15 мл. Покупает она их регулярно, с большим удовольствием. И, не знаю, она в полном восхищении. Я про себя-то не могу ничего подобного сказать. Есть у меня пробник. По-моему, я даже полную версию никогда и не приобретала. Но запах такой очень нежный, очень легкий. Надо сказать, что всё, что связано с Японией, с Востоком, с Сакурой, с теми деревьями желаний, которые исполняются, с теми надеждами, которые возлагают японцы и другие жители Азии на цветущую сакуру и ожидают чего-то такого светлого, радостного в их жизни. Это для меня тоже свойственно, характерно. Но вот как-то духи эти не пришлись ко двору. Также она заказала два оттенка такой краски. Надо сказать, что красками Фаберлик я вообще никакими не пользуюсь. И Фаберлик в том числе. Но слышу только очень хорошие отзывы. Вот один светлый блондин, другой очень светлый. Для чего такой и такой? Ну, может быть, мелирование какое-то будет. Хотя я не думаю, что разница будет очевидна. В общем-то, оттенки практически идентичны. Не знаю, ну, захотел человек именно так, значит так. Вот такой шампунь с маслом Амлы для глубокого восстановления. Я уже неоднократно говорила, что я шампунями пользовалась. Вот так вот поставлю. Шампунями, кондиционерами, масками всем пользовалась. Но моя любовь закончилась. Собственно, и любви-то никогда глубокой и крепкой не было. Была какая-то симпатия. Но я нашла не альтернативу. Я нашла абсолютную замену. Я пользуюсь другими уходовыми средствами для волос. А в связи вот с этим, сейчас хочу показать то, что когда-то вызвало и у меня улыбку. Если кто-то регулярно следит за видео, я каждый раз делаю эту оговорку. Потому что знаю, что есть те люди, которые на самом деле ждут. И которые часто спрашивают, ну когда же будет обещанное видео. И нельзя давать пустых обещаний, в чем я абсолютно согласна с ними. И теперь, когда дело пойдет к осени, может быть, немножечко посвободнее будет. Ну а зимой-то времени будет достаточно для того, чтобы говорильнее развести побольше. И поподробнее рассказать о том или ином средстве. А сейчас вот только вот так вот наскоком, выхватив какую-то минутку. Так вот, когда-то я говорила о том, что в основной заказ не вошло то, что потом придет автозаказом. И абсолютно забыла, что же я заказала. И пакетик с этим полученным автозаказом вот у меня стоял и стоял, стоял и стоял. Пока я однажды не наткнулась на него, но это уже месяца два он, наверное, стоит. Хотя человек вот рядом, можно и заглянуть, посмотреть, но это не суть важно. И я абсолютно забыла, что же было в том автозаказе. А было вот как раз вот это средство, это эликсир для волос с маслом Амлы. Я не пробовала и не знаю, насколько, нет, вернее, я покупала такой эликсир, но он благополучно к дочери ушел. Ничего она мне не говорила по поводу того, насколько он нравится, не нравится. Я слышала об этом средстве очень противоречивые отзывы, как от хвалебных и буквально дифирамбов до того, что не нравится категорически. Но пока сам не попробуешь на себе, абсолютно не скажешь, что нравится или не нравится. Ну попробую, попробую. Отдать никогда не поздно. Ну дай бог, чтобы не пришлось этого отдавать. Так, вот заказ той же девушки, это мицеллярная вода из серии Пролексир. У меня, кстати, когда она еще была новинкой, но это уже, наверное, она год стоит, и уже пора бы и честь знать, и совесть иметь, и попробовать. Ну не бывает у меня большой необходимости в использовании таких средств, но его просто надо потратить. Вот, и есть у меня мицеллярный лосьон, по-моему, он 3 в 1 из серии Айрстрим. Тоже ждет своего часа, неизвестно чего ждет, брать надо и пользоваться. Но вот эта клиентка, она очень любит это средство с диалуроновой кислотой. И вот это ее. Также она заказала вот 3 таких дезодоранта. Еще один придет, наверное, через неделю и плюс неделя на то, чтобы из Хабаровска буквально пешком дойти. Это дезодоранты 48 часов защиты, это чистота лотоса с алоэ, алоэ вера, и у нее еще заказан с, ой, не знаю, что там, но, в общем, что-то хлопок. Так что, когда будет очередной заказ, ну, либо он там мелькнет, либо просто я отдам, если это никак не совпадет с моим заказом, для того, чтобы человек пользовался. Так, вот это покажу. Одна из них уже открытая. Это то, что сейчас называется громким словосочетанием must have. Нужно иметь, нужно иметь просто потому, что нужно, потому что это здорово, полезно. Не просто здорово, но и здорово. Я не могу сказать, что я этим средством пользуюсь, нет, я им пользуюсь постоянно. Я не могу сказать, что это даже альтернатива тем тайским бальзамам или мазям или кремам, которыми мы пользуемся. Но это тоже такая палочка-выручалочка, которая все-таки, ну, не просто должна быть, она должна быть на виду, она должна быть тогда, когда нужно. Также какой-то ожог, какой-то укус насекомых, кстати, ну, вот сейчас, наверное, не слишком будет видно, не слишком очевидно. Вот, верчу своей рукой. В четверг, сегодня суббота, в четверг мы ходили на дачу, ездили на дачу. И дача у нас самая последняя к лесу ближе всего, и вот пошли мы за грибами. После дождей, при хорошей погоде, грибов пошло достаточно много. Ну, в общем, в лесу какая-то буквально муха с острым жалом. Не знаю, похожа на муху, вместе с тем похожа и на какого-то летучего муравья. Ну, в общем, эта тварь тяпнула меня вот за фалангу вот этого пальца. Вот, намазав бальзамом, ну, его мы просто берем для того, чтобы от комаров отбиваться, оберегаться. Я ничего... комары меня не так кусали. Ну, в общем, вот эта вот животина летучая укусила, боль была жуткая. Помазав бальзамом, боль ушла, но и причем не было ни покраснения, ни распухания, ничего такого не было. Но вот сегодня суббота, и вчера к вечеру кожа вот здесь вот прям буквально надулась, там стала жечь. Видимо, ну, какой-то яд подпущен. Ну, в общем, сегодня я из легких седативных средств пила диазолин и мазала, чем только не мазать. Но после того, как я почувствовала, что что-то... ну, неприятности какие-то происходят, вот делим этим восстанавливающим. Он, кстати, имеет тоже противоаллергический такой эффект и смягчает. Не хотела открывать, пока еще не было надобности, но один из тюбиков открыла и вот руку свою лечила. Что еще? Почему-то, не знаю почему, и до конца периода мне нужно будет еще сделать один заказ, но не до конца даже, а вот, наверное, или сегодня, или крайний срок завтра. Мне показалось, что я заказала носочки, но в заказе их не оказалось, в перечне тоже не оказалось. То есть, я просто проворонила, но вот такую ванночку для ног с экстрактом шиповника, расслабляющая ванночка, я заказала, решила попробовать. Здесь свободно открывается, что мне очень не понравилось, потому что все-таки должно быть, наверное, либо зафольдировано, либо вот каким-то образом завальцована эта банка, чтобы, ну, не знаю, либо какой-то защитный слой тут должен быть, какая-то скрепа, чтобы не было ничего неприятного. Все, что требует быть закрытым, оно должно быть закрыто. Вот в данном случае это не так. Здесь такой вот порошок, гранулы, в каталоге они смотрятся, как какие-то прозрачноватые, что ли, на самом деле они белые. Это, ну, нечто похоже на стиральный порошок. На мой взгляд, ничего тут, никакого запаха шиповника я не почувствовала вовсе. Может быть, и в воде, когда он будет растворяться, это будет. Часть крупинок похожа на, знаете, как мука, что ли, или как зубной порошок. Вот они вроде спрессованные, но при надавливании, при том, что затрагиваешь их, рассыпаются какие-то более плотные. Ну, в общем, сейчас одной рукой я тут откручивать не буду, но после использования я обязательно покажу и расскажу вот про это средство. Не стала покупать все, хотя, наверное, все-таки стоит недостающее докупить. Но вот это масло, крем-масло для ног с маслом оливы. Попробую, посмотрю, зимой вроде как с ногами особых проблем нет, потому что средства использую достаточно такие сильные, хорошие. Но летом, как ни делай этого, на даче от земли, ну, где-то и босыми ногами приходится ступать, где-то что-то, но все равно как-то грубеют ноги быстрее гораздо. И вот такую маску для ног. Я попробовала это интенсивное увлажнение с алоэ вера. Да, в автозаказе придет еще и дезодорирующий крем. А может быть и носочки там придут? Может быть. Потому что, ну, на самом деле, значит, в Чите их и не должно было быть, потому что автозаказ оформляется потом отдельным заказом. В общем, это надо будет выяснить, потому что память, видимо, что называется, девичья уже стала. И за сделанный заказ на какую-то сумму на агентском пункте я в беспроигрышной лотерее вытянула вот жетончик или талончик или еще что-то с надписью «Крем для ног». Но девочка, которая там обслуживала, она подала тюбик с скрабом для ног. Я не стала возражать, потому что скраб я, в общем-то, и намеренно не заказывала. Но пусть он будет, я его попробую с удовольствием. Он с скрабирующими частичками из, господи, чего там, скорлупы абрикоса. И с абрикосовыми косточками. И, не знаю, хотелось бы получить, кроме хорошего эффекта, еще и приятный аромат, и реальную пользу. Ну и последнее. Это из накопительной программы. Маме я отдала дневной и ночной крем из серии «Вербена». Там у нее закончились все эти дела. Она сказала, что не надо ей ничего там сильно дорогостоящего, потому что вербеновая серия ее устраивает более чем. И вот один был такой обычный, а другой вот из этой вельветовой, так скажем, серии. Мне они, кстати, понравились очень-очень. Это зимняя серия. При том, что есть у меня и более чем достойные средства, этими я не пренебрегаю и время от времени. Тем более, когда это, ну, даром это подарок, считай. Я только что за мои заказы эта компания делает, но очень-очень приятно, что это делается. Поэтому вот приобрету вновь, а это пока вот маме уйдет. Ну и вот за такой заказ было получено 5 билетиков вот этих вот скидочных купонов на 50%. Конечно, было бы хорошо, если бы это распространялось на те товары, которые ты на самом деле хотел купить, но они не входят. Та же сингара, те же бельевые какие-то покупки или покупки одежды не распространяются на вот это дело, на эти купоны. Это только либо уходовые средства, ну, уходовые, декоративные, там, косметика для дома. Вот мы посмотрим, что я возьму. Ну, хотя уже знаю, вот следующий каталог был вложен в заказ и серия Анималиста, отсюда я уже знаю, что будет заказано. Дай бог, чтобы это пришлось ко двору, чтобы размеры соответствовали. Ну, в общем-то, я сейчас и не особо переживаю по этому поводу, потому что предыдущие покупки с размерами никак не огорчали. Если свободная, ну, бог с ним, свободная, я нисколько не тушуюсь, что ли, по этому поводу. Я одежду все-таки предпочитаю не обтягивающую, а меньший размер я просто-напросто и не заказываю. Поэтому вот, наверное, свой, либо чуть-чуть побольше размер я закажу. Ну, и дай бог, все будет хорошо. То есть вот такой заказ мной сделан и получен. Если что-то интересно, то комментируйте, спрашивайте, пишите свои какие-то мнения по этому поводу. Хочу сказать следующее. Ну, это, наверное, адресовано тому человеку, который, не знаю уж, как он смотрит, но как-то смотрит, и вполне можно было не озвучивать это, но я не удаляю комментарии, где под одним из видео о покупках Фаберлик, по-моему, все-таки. А может быть, я ошибаюсь. В общем, один из зрителей написал, ставлю дизлайки под всеми вашими видео. Это ваше право. Кто-то ставит понравилось, кто-то ставит совершенно иное. Но, тем не менее, ведь что-то заставляет вас вновь и вновь смотреть. Я не думаю, что вы такой мазохист, который получает удовольствие от раздражающего его голоса, от информации, которая кажется абсолютно бессмысленной и бесполезной. Еще от чего-то. Поверьте, я говорю специально для вас, мне абсолютно безразлично, что вы там ставите, лайки или дизлайки. Вы повышаете активность моего канала своими просмотрами. Так что всего вам самого доброго. А вам, мои дорогие зрители, тоже всего самого доброго. Начался август. Он так это плавненько переходит уже ко второй декаде. Идет сегодня, вот буквально час, наверное, назад закончила смотреть открытие. В общем-то, говорили о том, что церемония открытия будет такая скромная. Вполне возможно, да, как и было сказано, никаких там особых спецэффектов не было. Но то, что было сделано бразильянами, мне понравилось. Особенно обратила внимание на себя вот эта чаша с огнем. И то скульптурное сооружение такое, знаменующее Солнце и движение планет вокруг него. И вот такое какое-то пространственное такое вот трехмерное какое-то изображение, когда и по вертикали, и по горизонтали, и как-то и вдоль движутся вот эти вот предметы, ходящие вокруг Солнца. Так вот, не забывайте, пожалуйста, и человек тот, не забывайте, что не вы пупы Вселенной, и не Солнце крутится вокруг вас. Это мы снуем вокруг него, кто по орбите, а кто хаотично, кто как, кому как предписано. Я делаю свое дело, я делаю то, что мне нравится, а ваше дело высказать свое мнение. Ну, если оно в грубой форме, то, безусловно, такие комментарии я удаляю. А если это меня никак не задевает, ну и ладно. Пусть и другие люди прочитают, какие есть зрители на моем канале. Ну, а на этом всего доброго, я прощаюсь с вами. Мне очень приятно каждый раз снимать видео, говорить о чем-то. Я говорю не просто так, о чем захочет спонтанно молоть мой язык, все равно есть какие-то мысли, есть какие-то основополагающие моменты в моей жизни. Говорю я в основном об этом. Ну, и если кто-то получает из всего этого рациональное зерно, то я очень и очень рада. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok